здравствуйте друзья сегодняшний выпуск мы ведем из магазина тик так что находится на константиновской 10 что на подоле в киеве любезно пригласили нас провести тестирование мониторов на своей территории руководство этого магазина давайте пройдем посмотрим что у нас сегодня программе сегодня мы с вами рассмотрим мониторы behringer k8 точнее называются м и кейки ст к 8 вот такой вот названием к 8 проще демократичнее как-то мониторы не маленькие не маленькие друзья мои мониторы вот вы видите их за столом тоже не маленьким но тем не менее рабочим столом которым располагает наверное каждый из нас и для работы со звуком меньше 100 пожалуй был бы менее комфортен на нем стоит еще два монитора мой ноутбук и видите больше места на столе практически нет их можно придвинуть к стенке ближе потому что порт фазоинвертора в этой модели расположен на передней фронтальной панели но это много не добавит к пространству видите довольно большая глубина установки ну тем не менее геометрические размеры вы можете посмотреть на эти мониторы справочных руководствах мы с вами рассмотрим параметры немножко послушаем сделаем какие-то свои умозаключения по крайней мере я поделюсь своими а вы свои вы скажите можете высказать на страницах этого топика и так на сайте берлингера скупа в технических подробностях скупа но в лирике довольно полно рассказано об этих мониторах давайте посмотрим что становится понятным сразу что это ультралинейные 150 ваттные на референсные мониторы studio мониторы разработаны они кейтом клавитором основателем фирмы крк применен биампинг то есть раздельное усиление полос то есть активный кроссовер ультра высоко разрешение звучание видимо 1 дюймового шелкового купольного твиттера подчеркивается и длинноходный 8 дюймовый вуфер с защитой от деформации глаз фибр кон то есть вот таким вот стекловолоконным покрытием защитой от деформации что делает его износоустойчивым свободно переносящим большие нагрузки и мы посмотрим как он себя поведет в работе далее популярной форме разъясняется что такое биампинг это некий электронный кроссовер и оконечные усилители каждый работает непосредственно свой динамик то есть на twitter пищал очку и на вуфер это позволяет им лучше контролировать эти электромеханические преобразователи и более эффективно делить сигналы на входе усилителя оконечных чем на его выходе пассивным образом далее рассказано о вариантах подключения управления тюми мониторами которые мы с вами рассмотрим развернув колоночку к себе спиной на задней панели монитора мы видим гнездо для подключения сетевого кабеля выключатель питания кстати здесь написано что он поддерживает и стоит 240 вольт питающих напряжений 50 60 герц 40 ватт я не очень понял что это значит но окей наверное средняя потребляемая мощность есть такой стандарт среди производителей не любит указывать эту цифру окей входные клеммы входные интерфейсы представлены xlr и джеком это балансное соединение и небалансный rc от рада любителей hi-fi которые норовят дома включать студийные мониторы также есть input trim то есть входной уровень регулятор входного уровня со средним положением и плюс минус 6 децибел также есть три четырехпозиционных переключателя управляющих амплитудно-частотной характеристикой этого монитора если начать снизу и посмотреть на room compensation то есть вот такой примерно график кривых удается достичь с помощью этого четырехпозиционного переключателя положениями 0 минус 2 минус 4 минус 6 децибел для компенсации влияния комнаты для адаптации к месту установки конкретно в каком-то месте комнаты low frequency адаптирует монитор для подключения к саббуферу и согласованию с саббуфера в уровне минус 3 децибела мы видим возможное затухание 0 минус 2 минус 4 минус 6 децибел тоже и high frequency четырехпозиционный переключатель с уровнями 0 плюс 2 минус 2 и минус 4 децибела для компенсации отклика комнаты acoustic absorption то есть всяких искажений возникающих в комнате на средние в из на средних и высоких частотах также мы видим внизу лейбл на которой написано что мощность басового усилителя 60 ватт а высокочастотного 30 ватт а частоте раздела мы попробуем и установить сами раз производитель нам этого не говорит для того чтобы узнать то о чем нам не говорят мы берем микрофон подключаем его к звуковой карте и к ноутбуку и программе которая нам сейчас покажет частоты раздела и все военные тайны выдаст вы слышите тестовый сигнал вот мы получили а чеха назовем ее вуфер потому что это вуфер чеха вуфера переставим микрофон повыше ближнем ближнем поле для твиттера для измерения отклика твиттера и померяем а чеха твиттера вот примерно так назовем этот твиттер сложим эти две кривые и посмотрим где они пересекаются а пересекаются они кривенько у меня получилось но это от того что ближнее поле от того что море просто отражение вокруг перекоса не 21 22 килогерца примерно так же как и младшая моделька 5 которые мы уже рассматривали ну что шоке принято но теперь пришла пора послушать эти мониторы как они в работе как они в работе в этой неподготовленной комнате очень похожи на ту которую имеет каждый из нас писаться будет на два микрофона установленного не звук звук будет подаваться со звуковой карты на эту звуковую карту из моего лаптопа мы будем управлять с а то по воспроизведениям сначала я включаю запись и подложу ее потом в за этот фильм розовый коричневый шум для любителей измерения и можешь как и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!